Они носят мантии и принимают решения, от которых зависит судьба человека. Их главные качества – справедливость и беспристрастность. Судьи региона отмечают 15-летие своей деятельности. В далёком декабре 2000 года Государственная Дума по инициативе окружных законодателей приняла закон о создании суда Нинецкого округа. Сейчас в штате Фемида служит 41 человек, среди них 12 судей. В гостях у блюстителей закона побывала наша съёмочная группа. В левой руке у неё меч, как мы говорим, карающий, в правой весы, на котором она отмеряет ту меру наказания, которая есть. Таких уникальных статуэток Фемид в коллекции главного судей несколько десятков. Для Евгения Александровича символ правосудия – лучший подарок на любой праздник. Вот коллеги с Урала мне подарили вот такую Фемиду из уральских камней. То есть тоже полностью, не склеено ничего, так же, как и здесь, полностью вырезано. Это единственная Фемида, соответствующая Фемиде при Верховном суде Российской Федерации. Там тоже без повязок. Все с повязками, здесь, значит, её нет. И она держит. А повязка на что? Она закрывает глаза Фемиде. Почему? Потому что правосудие не должно ни разжалобить, ни слёзы, ни влияние, где-то что-то ещё. То есть она только слушает. Слушает, что ей говорят. Слушает, оценивает и принимает решения. Оценивать и принимать решения – это основная задача судей Ненецкого округа. А ещё это большая ответственность. Ведь от правильности решения зависит судьба человека. Был в судебной практике, в моей судебной практике случай, когда муж жестоко издевался над женой. Она не уходила по одной причине, что у неё не было близких, было четверо детей. И когда мы с ней беседовали, она говорит, а куда я пойду, кому я нужна. И ситуация сложилась так, что на 8 марта она пошла на ферму. Прицель колхоза пришёл, поздравил женщин, подарил цветочки, почётную благодарность ей дал. И она говорит, я пришла домой, а дома то же самое. То есть меня на работе считают за человека, а здесь за последнюю. И опять пьяный муж, опять ругань, драки. И когда дедуша от него убегал, он бежал за мной, он ударился к виском и упал. Случай, который описывает Евгений Мартынов, рассматривался в Холмогорском районном народном суде. И именно там началась его карьера. А с 2009 года Евгений Александрович служит Нинецкому округу. В его штате числится 41 сотрудник. Среди них Елена Сухановская, помощник судей, которая работает с первых дней образования суда. Иногда, конечно, бывает жалко стороны. Не то, чтобы жалко, но с пониманием относишься. Но в любом случае работаешь в соответствии с законом. Иногда даже бывает, приходит дело, ты с ним знакомишься, читаешь и понимаешь, что необходимо что-то еще, и чтобы докопаться до сути этого дела, конечно, даже в другой раз ждешь быстрее следующий день, чтобы прийти, почитать что-то, найти нового, найти все-таки суть, как должно быть, как правильно. Кстати, Елену Николаевну сегодня отметили грамотой на торжественном мероприятии. Также, кроме действующих работников, на праздник вспомнили и про тех, кто стоял у истоков создания окружного суда. Хочу с этой трибуны передать привет первому председателю окружного суда, Ольге Кондратьевне, потому что мы помним, что вся история у нас начиналась на улице Рабочих, в тесных, неприспособленных помещениях. Современные служители Фемиды теперь работают в комфортных условиях. С 2014 года сотрудники переехали в новое четырехэтажное здание Дворца Правосудия, общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. Дворец строился около шести лет и стал одним из самых красивых зданий Наринмара.